МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот и некоторые темы выпуска. Последний рейс в Питер. Прямого направления до культурной столицы из Ноябрьска больше не будет. Коммунальная авария. Снег с крыши, упал на машину и помял ее. И все на мотокросс. Кубок Ямала состоится уже в эти выходные. Итак, сегодня по маршруту Ноябрьск-Санкт-Петербург выполнен последний рейс. Авиакомпания ЮТЕЙР, которая ввела это направление, приняла решение о его отмене. Обратный перелет будет совершен завтра. Напомню, авиапассажиры получили возможность летать в культурную столицу страны без пересадок летом прошлого года. Сначала рейс совершался дважды в неделю, затем количество перелетов сократили до одного. И, наконец, отменили совсем. И это на фоне того, что, по словам сотрудников Ноябрьского агентства воздушных сообщений, сейчас продажа авиабилетов в самом разгаре. И питерское направление было в числе популярных. У нас очень много студентов летают. У нас половина пенсионеров отсюда переехали жить в Санкт-Петербург. Мы не понимаем, с чем это связано. И, естественно, мы будем требовать, чтобы рейс восстановили. Мы будем писать письма в авиакомпании. И мы советуем пассажиров выходить на сайт авиакомпании и писать просьбы об открытии рейса. Я думаю, что наши просьбы будут услышаны. Прекращать полеты, конечно же, не стоит, потому что очень много студентов в Санкт-Петербурге учатся. Да и вообще это очень удобно. Рейс как бы выгодный, прямой, тем более в крупные города, начиная с того, что и командировочные летают, и как бы так в гости. Через Москву довольно-таки неудобно летать. Поэтому желательно, конечно, такие рейсы оставлять. Сотрудники налоговой службы получат доступ к банковским счетам частных лиц. Порядок осуществления доступа к этой конфиденциальной информации уже согласован в правительстве России. Как пишут ведомости, налоговики смогут в любое время запрашивать номера счетов, открытых на имя любого физического лица в том или ином банке. Смогут они получить и доступ к сведениям о движении средств и имеющейся на счете в сумме денег. Но эту информацию сможет запросить глава службы, начальники региональных управлений и инспекций и уполномоченные ими лица. И только в том случае, если в отношении лица инициирована проверка. Соответствующие поправки в налоговый кодекс и закон о банках Госдума планируют внести во время весенней сессии. Потребность в работниках на Ямале выше количества безработных на 18,5 тысяч единиц. Эта цифра была озвучена на антикризисном штабе, который провел первый заместитель губернатора Ямала Владимир Владимиров. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, увеличилась на 2,5 тысячи единиц и составила 21 126 вакансий. А столько на Ямале безработных нет. В 2013 году в мониторинге рынка труда округа состоит 126 предприятий, которые предоставили информацию о предстоящих увольнениях в связи с ликвидацией предприятий и о неполной занятости работников. А вот опрос на тему, насколько актуальна для россиян проблема возрастных ограничений при приеме на работу провел один из фондов общественного мнения. Выяснилось, что более третий россиян слышали о случаях, когда кого-то не взяли на работу, потому что он был слишком молод. И более чем половине известны случаи, когда то же самое произошло по причине превышения возрастного порога. Так все-таки нужны ли ограничения? Согласно опросу, практически одинаковое количество голосов, 38 и 39 процентов набрали ответы, ни в каких сферах профессиональной деятельности нельзя устанавливать возрастные ограничения. И в одних сферах возрастные ограничения допустимы, в других нет. Ответить затруднились 18 процентов респондентов, и только 6 процентов считают возрастные ограничения допустимо устанавливать везде. Сотрудники госпожнодзора полиции и отдела по делам несовершеннолетних проверили квартиры, в которых проживают дети, состоящие на учете в ОДН. Главная цель подобных рейдов – профилактика детской шалости с огнем. Правда, поговорить с подростками удалось не везде. Почему, знает Кирилл Мигель. Выключим, выключим. Открой меня, надо проверить. В этой квартире незваным гостям явно не рады. Проживающая здесь семья уже давно числится в отделе по делам несовершеннолетних, как неблагополучная. Очередной визит людей в погонах, как красная тряпка для быка. Практически все семейство, кроме его главы, решило остаться за кадром. Но от комментариев один из сыновей мужчины все равно воздержаться не смог. Детей в этой семье пятеро. Все, что они видят регулярно, так это беспорядок и подвыпившего отца. Разве может он научить своих детей правильному обращению с огнем, удивляются пожарные. Да и вообще чему-нибудь хорошему, добавляет инспектор ПДН. Мария, ваша дочь? Марина спрашивает. Написано за мной меня. Ну вот, значит, вы. Я не считаю, что она моя. Мы разошлись с ним. Ну это вы разберетесь с нами, а записано это на вас, значит, вы будете нести ответственность. Вы работаете? Нет. Нет, 8 лет уже не берем. Не содержите ребенка. Но нравоучения явно запоздали по графику. Даже сам отец семейства этого не отрицает. Ну и что толку снимает? Поддержите две памятки. Всего же в этот день сотрудникам полиции, пожарным и инспектору ПДН побывать удалось в трех квартирах. В остальных жильцы оказались более приветливы. Спокойно получили памятки и разошлись. Вы знаете, да, что правила пожарной безопасности в жиле необходимо соблюдать, как вам? И вы, как родители, несете ответственность за своих детей. То есть с детьми тоже проводите беседы, чтобы они знали в первую очередь, что играть со спичками запрещено, баловаться открытым огнем то же самое. И действовать свои при пожаре, возгорании, чтобы в первую очередь звонить по телефону 011. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города. Сегодня в нашу редакцию обратился один из жителей города, который стал жертвой коммунального происшествия. Вернее, не он сам, а его автомобиль. С первым потеплением в городе начал потаивать снег и, как это нередко бывает, падать с неочищенных крыш. Снежная масса, подобно лавине, накрыла машину, благо владельца автомобиля в этот момент в нем не было. Что из этого получилось в рубрике «Нам здесь жить»? Редактор субтитров А.Семкин В жилищный кодекс в части организации проведения капитальных ремонтов внесены существенные изменения. Главное новшество к 1 января 2014 года регионы должны разработать специальные программы, предусматривающие капитальные ремонты всех многоквартирных домов до 2035 года. Исключение составляют только дома аварийные и подлежащие сносу. Важно, что капремонт может быть как полным, так и частичным. Информация об этом будет открытой и доступной любому жителю округа на интернет-ресурсах. Кроме того, впервые с 2013 года средствами на капремонты распоряжаться будет жилищная инспекция. К слову, для Ноябрьской речь идет примерно о 200 миллионах рублей. Как будет осуществляться контроль за их расходованием и за качеством ремонта в актуальном интервью рассказала руководитель Ноябрьского отдела жилищной инспекции Инга Панчешная. В эфире интервью выйдет в понедельник сразу после новостей. Можно сказать, что да, нам не понаслышке знаком жилищный фонд города Ноябрьска. Мы знаем все его технические проблемы, мы знаем его историю, поэтому можем четко определить необходимость выполнения тех или иных работ и проверить качество их выполнения. Ноябрьцы разоружаются. Три единицы газового оружия добровольно сдали жители города с начала этого года. По словам начальника службы рецензирования ОМВД России по Ноябрьску Руслана Ивахова, тенденция сдачи оружия в городе продолжает расти. Напомню, все это делается в рамках действия программы, согласно которой за добровольную сдачу положено вознаграждение. Так, за нарезное гражданское оружие положена компенсация 8 тысяч рублей, за взрывное устройство 5 тысяч, а за травматическое 3 тысячи. Ко всему сегодня Ноябрьская служба рецензирования напоминает о правилах приобретения и регистрации оружия. Хотелось бы довести до сведения жителей нашего города, что в соответствии с федеральным законом об оружии, изменениями, которые были в него внесены, любой гражданин, который изъявил желание стать владельцем любого вида гражданского оружия, обязан в учебных специализированных центрах пройти подготовку правил безопасного обращения с оружием. После этого, если гражданин желает приобрести охотничье оружие, он становится членом охотобщества, получает охотничий билет и обращается к нам с заявлением о приобретении того или иного вида оружия. Кроме того, как он может лично обратиться, он также может подать заявление через портал МВД России в электронном виде обратиться. Продолжим после блока спортивных новостей. В ноябрьске прошло выездное совещание руководителей Департамента по физической культуре Ямалы и представителей различных федераций спорта. В повестке два основных вопроса. Подведение итогов 2012 года составление единого календарного плана на 14-й. В ходе совещания были особо отмечены Федерации мотоспорта, мини-футбола, пулевой стрельбы и тхэквондо, которые за отчетный период добились самых высоких результатов. В качестве одного из перспективных видов была названа художественная гимнастика, у которой, по мнению присутствующих, очень большие перспективы. А вот в зимних видах, таких как хоккей, лыжные гонки, биатлон и фигурное катание, округ теряют позиции, и в этом направлении предстоит большая работа. С другой стороны, хорошо развивается адаптивный спорт, в котором раньше уступали только Хабаровскому краю, но в 2012 году превзошли и его. Кроме того, это направление будет развиваться и дальше. Уже в ближайшее время адаптивный спорт должен выйти на новый уровень развития. Сейчас уже прорабатывается вопрос о том, чтобы, ну, очень хотелось бы в этом году, ну, в крайнем случае, в 2014 году, в городе Норябрьске мы хотим создать государственное образовательное учреждение, детско-юношескую спортивную адаптивную школу. Вот. То есть вот это мы, как говорится, в планах держим. Здесь есть все условия и кадровые, и база есть. Причем это учреждение, возможно, будет на базе спорткомплекса «Зенит». В предстоящие выходные при поддержке генерального спонсора «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» в нашем городе пройдут традиционные соревнования на Кубок Ямала по мотокроссу. Участие в состязаниях примут 13 команд со всего региона. Трасса, по заверению экспертов, готова на все 100. Как отметил начальник управления социального обеспечения «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза», президент мотоклуба «Газпромнефть» Виталий Картавый, в подготовке к мотокроссу задействованы практически все службы города. Полиция, скорая помощь, энергоснабжающая организация, а также учреждения культуры и спорта. Первые заезды пройдут в субботу. В этот день свое мастерство проявят ветераны и экипажи колясочников. Главное же блюдо подадут в воскресенье. Открытие Кубка Ямала по мотокроссу намечено на полдень 31 марта. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Григорий Курупцев. Новости нашего города. В детской музыкальной школе номер 2 сегодня подвели итоги третьей окружной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. Участие в ней приняли 70 воспитанников самых разных образовательных учреждений музыкального профиля из 15 городов Ямала. На протяжении трех дней они соседались в двух номинациях знания с альфеджио и музыкальной литературы. Самые достойные получили заслуженные дипломы и денежные премии. Но самое главное, в подобных мероприятиях, говорят профессионалы, далеко не награды. Какой бы ни была одаренность, если к ней не приложен ежедневный труд, то это ничего не будет значить. Поэтому все ребята, которые здесь сидят, это те дети, которые умеют трудиться, и те дети, которые уже сделали шаг в большую музыку. А Музейный ресурсный центр объявляет о начале нового конкурса «Техника будущего». Он пройдет в рамках выставки «Эволюция техники», которая сейчас работает в стенах учреждения. Если у вас есть интересные мысли о том, как можно усовершенствовать уже внедренные находки изобретателей, или же просто богатая фантазия, изобразите свои идеи на рисунке или виде чертежа. К участию приглашаются дети от 6 до 17 лет. Работа принимается до 5 мая этого года. Торжественное награждение участников и победителей состоится 19 мая. И работа принимается по адресу улица Советская, 82, Музейный ресурсный центр, Музей городской истории, кабинет 110. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам приятных выходных и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 30 марта в Салехарде без осадков. Ветер западный, температура 12 градусов ниже нуля. У Муравленка временами снег. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура 3 градуса мороза. В ноябрьске переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура минус 3 градуса.